Всем привет, с вами Дилнас, и мы продолжаем проходить френдбол. В прошлой серии мы с вами упали... Что это? Шляпа? Мы упали вот сюда, к двум близнецам сиамским. Мы проснулись в шапке кота. Мистер Полночь? Нет, твоя глава! Котик! Секунду, это не мой котик, это какая-то странная шляпа. Да прочитай ты! Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя кровать. Будь славной, ешь свою еду с любовью Клара и Мия. Так, Клара и Мия. Я не лягу в эту штуку. Забавно посмотреть, что у людей есть дома. Это глаза? Фу! Я возьму это, чтобы приготовить ужин для котика. Так, приготовить ужин для котика. Человеческая голова, кажется. Я закрою окно, чтобы холодный ветер оставался снаружи. Так, ну хорошо. Мистер Полночь? Эти девочки, они забрали моего котика. Мне не нравится быть эгоисткой, но это мой котик. Хотя мне нравятся и голубые платья. Да, очень... Очень-очень в тему, Фрэн. Очень, прям нереально в тему. Кто тебе дороже? Вот эти вот красивые платья. Хотя это платье, по факту, два в одном. Блин, это кофе. Или котик твой, который по праву реально твой. Его подарили тебе. У меня есть спички, чтобы посвятить тьму или ради забавы. Так, чтобы посвятить тьму или ради забавы. Давай-ка ты ради забавы водички набьёшь. Вода. Вода в котле. Пора готовить. Ага. А что готовить? Так, давай ты её выключишь. Так. Мешок смешно пахнет. Не буду я его трогать. Что? Смешно пахнет? Ладно. Я не настолько люблю фасоль. Пахнет, как сорняк из нашего сада. Давайте, знаете что? Давайте я немножечко вот так вот сделаю. Итак. Открыто. Что внутри? Какая странная вещь. Похоже на семечко. Интересно, что это за грибы такие? Часть и тел белок? Не хочу знать. Котик любит играть с оливками. Может он считает их насекомыми? В общем, да. Перец. Всегда хорош для готовки супа. Просто всё давайте протыкаем. Не будем читать про каждый продукт. Танцующий мишка. У него нет обувки. Найдём, не волнуйся. Так. Вкусно и красиво. Сахар во множестве цветов. Шоколадный торт, мой любимый. Должна ли я... Аааа, подождите. Должна ли ты сходить обратно, моё солнышко? И выпить таблеточки. Так, что, давайте посмотрим диалоги. Смотрим монологи. Ты кажешься свежим. Ты умный малыш, забрал с собой плаценту. Плацента? Это граница с кровью и питательных веществ. Кажешься свежим. Ты всё ещё жив? Ааа, да. Он прилёг поспать. Он заболел? Ну, он скоро поправится. Кстати, а заболел? Очень, очень извиняюсь, что не появлялась. Потому что я как раз-таки тоже заболела. Я не могу добраться до туда. Мне нужен мост. Так, ну тогда спускайся, как тебе? Давай по одной опять вниз. Ааа, в общем-то да, у меня была температура под 40. Но сейчас вроде всё получше. Поэтому, дорогие мои, я снова с вами. Привет, малыш, что ты здесь делаешь? Секретная бутылка, секрет внутри. Палка, 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 палка. Ну, это не палка, это, вернее, не палка, а это не доска, это брёвна. Вот это ауф просто. Это не доска, это брёвна. А где нам достать доску? Тогда, в таком случае. А это тоже туда ведёт, да? Да, это тоже ведёт туда. Хорошо. А здесь? Да. Всё ведёт туда. А ты... Что за маги телепортации? Этот этаж тоже? Ну, я так уточню просто. Такая оригинальная загадка. Я просто, я не могу. Ух ты ж. Нет, ладно, полётов. Или что, перебираться? Сёстры, они очень похожи друг на друга. Угу, не сомневаюсь. Лестница? Возможно, мистер Полноч там. Не знаю, как мистер, но Полноч точно здесь. Мистер Полноч? Где ты? Я плохо вижу. Ага. Ой. Привет, малыши. Кто с ним у вас вместе? Похоже, это больно. Вы плачете, хорошо? Улыбнитесь и ведите себя хорошо. Пора спать. Так, а можно это как-то сбить, чтобы они не кричали? Во-первых, это очень громко орёт мне в ухо. Во-вторых... Ну, мне очень мерзотно с этой картины. Мне не мерзотно с... Трупов. Мне не мерзотно, когда кто-то там лежал в блевотине в больнице. Мне не мерзотно видеть кучу кишков по всей комнате. Ну, мне очень мерзотно видеть какие-то аномалии или такие штуки с детьми. Потому что, ну... У меня у самой есть сестра маленькая. И... Давайте просто не будем на них смотреть, окей, да? Я поняла уже, что туда лезть не стоит. Крошечный кролик, ты ждёшь Пасху? Но почему-то мне кажется, что придётся взаимодействовать с этими малышами. Разрезать, возможно, их как-либо. Но пока точно я ничем им не помогу, поэтому... Ставлю в покое. Мистер Пумыч, ты здесь? Котик? Мистер Пумыч, не бойся, я с тобой. Френ, это на самом деле ты? Наконец-то. Ты милый котик, это я. Ой! Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучала, ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Мой красивый котик, я знала, что найду тебя. Я так тебя люблю. Только, Френ, как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними. Но спустя время заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но... Что-то произошло, кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Жаль, что с нами это произошло, котик. Френ, я открою эту клетку. Френ, я очень устал. Я же бы все это оказалось дурным сном. Я тоже устала. А теперь мы можем позаботиться друг о друге. Френ, могу я спросить кое-что? Конечно, мистер Полночь. Что такое? Ты ощущал мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать мне таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам бы соединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но это существо было добрым и милым. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то о нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ, я смопожу тебя. Хорошо? Люблю тебя. Итак, немножко отвлеклась. Я снова здесь. Ага, тоже две шедевые. Посмотрим. Сестры? Большой зонт. Эти игрушек на чердаке всегда веют печалью. Мне нравится мое платье, но эти тоже красивые. Ты не хочешь за вечеринцем взять? Пыльное зеркало и другие вещи. Только одна шляпа. А, наверное, здесь тоже упадет. Стоит, не стоит. Ну, так и знала. Ну, давайте, знаете, что сделаем? У нас в инвентаре есть метла. Как ни крути, мы можем взять и подставить метлу, как балку, по которой мы сможем пройти. Полетит надежно, посмотрим. Ай, не очень. Плохой пособ метлы, плохой-преплохой. Ай, нельзя пособить семечко. Вот. А-а-а! Лунное семечко словно... Могу я же телецветов. Ух ты, какая красивая синяя роза. Так. А-а-а! О! О, вы меня напугали. Я думаю, здесь никто не живет. Вот ты где! Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова на нужном месте. Трагоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Я в полной растерянности, леди. О чем вы говорите? Френ Боу, это твое имя, так? Твои мамы и папы трагически погибли. Очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Помедленней. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем. Должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Хотела бы я, чтобы ничего не произошло. Я растеряна. Не желаю невозможного. Ищи решения и ответы. Да, но мои мамы и папы никогда не вернутся. Попей чаю и съешь кусочек торта. Тебе станет лучше. Спасибо, но мне нужно знать. Кто вам рассказал обо мне? Ты боишься, маленькая Фрэн? Немного. Я попала сюда странным... Я попала сюда странным образом. И этот разговор меня озадачил. Ты еще не спрашивала о своем коте, не старикулочь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойна. А ведь нашла его в клетке. Голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Немедленно откройте клетку. Он голоден и хочет пить, прошу. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала? Это длинная история. Сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям вскрывают головы, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет. Я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес. Встретила гигантского муравья. И убила жука. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую расчесаться. Затем я сделала дверь. И она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А, еще я видела настоящую семью в шишек. До того, как я сюда попала. Они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу. А теперь я здесь ищу мистера Полныч. Вот это приключение. Сколько тебе лет, Фрэн? Мне десять лет. Скоро будет одиннадцать. А вам? Нам шестнадцать лет. Я старше тебя, поэтому ты должна наслушаться. Я не хочу вас слушаться. Вы не можете мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут. Как невежливо. Ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая, глупая маленькая девочка без семьи. Я не глупая. У меня есть семья. У меня есть тетя Грейси, мой котик. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, то и твой кот умрете. Ты понимаешь? Вам меня не запугать. Освободите моего кота. Идиотка. Сама напросилась. Если ты не скажешь, как мы сделаем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Нет, пожалуйста. Я сделаю все, что вы просите. Хорошо. Теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию. Да, Энни тоже колдовала, но она не имела понятия, как это работает. Так вот. Эта магия очень мощная. Страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точна. Иначе произойдут ужасные вещи. Презирс? Сейчас прочтем. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем. Это нас убьет. Знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми. Ну вон. В разных телах. В разных телах. Ну как так вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял у нас на такое существование. Так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже. Когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Это ужасно. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. Из-за того, что ты такая психованная девчонка. Ты не сможешь говорить со своим котом. Тебя придется ждать, пока мы не вернемся. Прошу, дайте мне поговорить с ним. Позвольте дать ему еды. Нет! Нельзя. Ифрэн, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что ему можно открыть? А, глупая, проглупая девчонка. Отдай, 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 отдай. Ага. Я напоминаю, это мы без таблеток, без... Так. Чувачочки, вам там, конечно, хорошо. Я все понимаю. Так, ну мы как бы запретили общаться с котом. Ну, как бы и нет. А, заперли чердак. Ну как? Как-как, Фрэнк, ключом. Ух ты ж, крепотца-то какая. Так, давайте поочередно. Духи пахнут подростками. Милая вещица, очень подевчачьи. Пинцет, чтобы достать вещи, которые руки не могут. А еще заодно мы забыли прочитать записочку. Итак, призыв старого потерянного тела. Потерян во тьме, забывшись в слезах. Ваше тело становится ложью, благодаря одному ангелу, решившему принести вам печаль. Вам понадобится сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота, пентаграмма из пепла, обгоревшее тело лисы. Ну то есть, понятно, на что нас хотели пустить, и на что хотели пустить кота. Ну да ладно. Приготовьте ингредиенты в горшке или котле с большим количеством воды. Собравшись выпить зелье, повторите эти слова. Мах нам би, на-на-на-на. В общем, махнай, и что-то там, ахала и махала, и тело возвращай, короче. Привет, ку-ку, кто тебя поймал? Ой, эти игрушки так безобразны. Надеюсь, они меня не слышали. Любопытно. Почему суть росы кукольных голов? Она теперь просто вот, конечно, не дай бог такому случится, но представьте на секундочку, что вы попали вот в эту квартиру. Я в своей квартире тревожность ловлю, а тут ужас. Руком вода, я чувствую себя беспомощной. Я лягу и крепко высплюсь, когда вернусь домой. Зеркало, ну почему у него нет моего отражения? Почему у него есть ключ? Небольшой замок. Любопытно, есть ли для него ключ? Наверное, есть. А вот открывать никак нельзя, там ничего. Как ты ж любишь меня пугать. Ну, понимаете, она, ну как бы... О, смотрите, у нас корона. Девочке стало скучно. Она как бы, ну, понимает, что я вот к ней вот сюда не иду, и она, ну, просто, ну, за мной сама пришла. Типа, для нее это вообще абсолютно не проблема. Пишущая машинка. Все еще работает. Ну, написала бы что-нибудь. Ромофон, интересно, работает ли он? Минуту. Большой муравей из леса? Это мог быть он, только немного моложе. Чанс, кажется, я слышал это название раньше. Минуту. М-м, да. Ох, что это за запах? Бедная девочка, кто-то сделал. И почему? Нужно быть осторожнее, защищать себя и котика. А вот эта девочка... Девственницей случайно не была? Ну, головы у нее нет, наверное, взяли, нет? Так, совы и коты немного похожи. И те, и те любопытные, любят убивать мышей. Горящие свечи. Лестница упирается в стену. Много крошечных картин. Здесь есть кот. Когда я вырасту, у меня будет много картин с котами. Так, вообще, подождите, что нам надо? Ладно, у нас есть рецепт. У нас, помимо рецепта, есть спички, котел, каран... Может, написать что-нибудь? Ой. Не, не так. Нет. Пробую что-то хорошо, но сейчас от этого нет никакой пользы. Так, но пока мы ничего не знаем. Что это за выступление вашего мастера? Снова он. Что ж, он открыл окно. Благодарю. Кто он, кто он? Эй, ты. Да, кто говорит? Я, жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Да, что такое? Ты в большой опасности. Не доверяйте им, девочкам. Почему вы это говорите? А, слушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда. Они мне не позволяют. Каждый раз, как я пытаюсь выбраться. Так их сейчас нет. Плыви. Я возвращаюсь. Этот дом вот огромный магнит. А, ну. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не просто так. Далеко не просто так. А чтобы использовать нас, не доверяй им. Это ужасно. Вот почему мальхотик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Да, верно. Видела мятовую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Тогда что мне делать? Я не очень умный на твоем месте. Я бы подошел к делу творчески. Творчески? Если бы все возможно. Девочка, прошу, спасти нас. Я очень хочу выбраться отсюда. Я не могу. Тут очень милые черта. Жаба творчески. Так, ну творчески. Ну что еще может быть более творчески, чем взять и вот так вот нарисовать? Что тут, я не знаю, там. Рецепт борща. Ты уже нашла решение? Не знаю, что делать. Я в ступоре. У тебя есть то, что позволяет видеть вещи, которые другие не видят. Откуда вы знаете? Я говорящий. Разве это нормально? Не думаю. А ты говоришь со мной. Это делает тебя особенной. Логично? Я не думала об этом. Но вы правы. Хорошо, помогите мне. Ты всегда посмотрела. Возможно, ты пропустила некоторое послание. Посмотрим, что смогу найти. Единственный плюс болезни, это хрип отца, который у меня осталось. Потому что это очень хороший способ озвучивать жабу. Никогда не думала, что мне вообще пригодится голос для озвучки жабы. Но он мне пригодился. О, старый блестящий нож. Ты можешь пригодиться. Чтоб вытереть мои маленькие ручки. Я нет супа, мне не нужна ложка. Лопатка. Зачем как косатка, любящая лопать. Ну, вкуснятие печенье всех цветов и вкусов. Недовый мишка, ты восхитительный на вкус. От мухи я чихаю. Но это забавное чувство. Разрыхлитель королев. С ним кексы самые большие. Шишка, я не прикоснусь к ней. Вдруг она нападет на меня? Итак, я снова вернулась. Все-таки мое горло сказала пока. После черта возьми озвучки жабы. Ну, я снова тут. Вскрой пачку. Ага, вскрой пачку нельзя. Так, а как ты смотришь на то, чтобы включить плиту? Огонь? Так. Кипит. Теперь нам по-настоящему рецепту нужна лягушка, голова, шерсть, пентаграмм из пепла, выгоревшее тело лисы. Так, а нельзя туда бросить какую-нибудь розу? Я не уверена, что это подходит для супа. Нужно найти рецепт. Найди что-нибудь. Найди, 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 найди. Так. Ну, перец это, наверное, вместо пентаграммы. Даже если это сработает, я не знаю для чего. Ну-ка, это же для пентаграммы. Так, посмотрим. Ну, что еще осталось? А я не знаю. Ну, туда перчик засыпь. Не подходит. Ну, засыпь дрожжи. А, это разрыхлитель? Нет, рецепт. Может, там ключ еще-нибудь типа сильнее. Нет, не включишь. Спички, карандаш. Так, говорю, рецепт, рецепт. Ну, возьми ты, ну, напиши себе рецепт. В чем проблема? Стоп, лягушка, 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 лягушка. Да какая вода? Лягушка. Как ты что? Скептику нужно, правда, на бумаге. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Не страшно, ты поможешь мне? В моей голове сидит монстр. Большой-пребольшой камень. Большой-пребольшой камень, оставлю его здесь. Ржавый старый велосипед посреди острова. Не думаю, что велика на нем уеда. Может, ей что-то надо? Может, в себя насыпать перцем? Или? А, нет, давайте, знаете, что сделаем? Скептикам нужно, правда, на бумаге. Сейчас, сейчас, скептики мои. Сейчас, используй. Жаба, подскажи! Жаба, помоги! Жаба, пока! Пока, но... Помоги! Жаба! Скептикам нужно, правда, на бумаге. Так, ну тут она ничего не... А, может, отрезать тортик себе, не знаю. Покушай хотя бы. Не сработает. Я думаю, что сейчас здесь опять эта девочка-призрак где-нибудь. Я опять сейчас сдернусь, нихрена. Такси... Ну а что я могу сделать? Пинцетом, например, что? Ну, куклу я не заберу, она сидит. С этими тоже ничего не сделают. Ключа у меня нет. Объединить тоже здесь ничего не объединишь. Комод открыт, реально! Черные свечи, чтобы посветить тьму. Комод пуст. Комод пуст. Девочка, тоже больше ничего. Запах. С муравьем тоже выяснили. Свечи, картины. Соба похожа на кота. На вешалке ничего. Так, девочка, девочка, девочка. Пока она у нас там спит, отдыхает. Все нормально, ничего страшного. Она играет с мухами и спит. Вполне нормально. Обычное явление для девочки. Давайте поставим свечи. Почему эта часть окрашивается в черно-белый? Ну, наверное, чтобы ты спросила. Может, здесь что выпустила? Может, здесь что выпустила? Может, здесь что выпустила? Соль, во-первых. Это не приносит мне никаких приятных воспоминаний. А, ну, с муравьями. Так, ладно. Жаба. Жаба решила, что сегодня все-таки пока она еще будет жить, не будет умирать. Так, ну, соль с перцем теперь вместе. Может, теперь так их использовать, там, с кипящей водой? Или посыпать вместо пепла? Ну, посыпь, пожалуйста. Ну, сделай что-нибудь. Фу-фу-фу-фу-фу. Давайте тогда, знаете, как поступим. Давайте на этом закончим. А в следующей серии я уже смотрю, что пропустила. И мы начнем как раз-таки с этого момента сразу продолжать готовить вот это вот варево. Пытаться разъединить девочек. Что-то придумать. Спасти лягушку. Спасти себя. Спасти кота. Спасти человечество. И вообще, маленькая девочка из психопольницы умеет все. Так что... До следующей серии! Всем пока! Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Нажимать колокольчик. В описании есть телеграм-канал. О моей жизни, кому интересно. Можете тоже подписаться. Пишите комментарии. Всех люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok